Музыка Продукты в каждый дом, тележка добра, мы вместе. Благотворители и волонтеры на фоне страшной угрозы опережают друг друга в добрых делах. Подробнее об этом в нашем выпуске. Музыка Свежая кровь, то что так необходимо медикам в период пандемии, сейчас на исходе. Врачи просят откликнуться всех тех, кто мог бы стать донором. Музыка Онлайн искусство и виртуальная история. Учреждения культуры в удаленном доступе радуют дагестанцев и делятся прекрасно. Музыка Здравствуйте, это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. На конец недели ситуация с коронавирусной инфекцией в республике была следующей. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Дагестане достигло 257 человек, среди них 25 детей. 28 человек выздоровело и 9, к сожалению, спасти не удалось. В республике за это время обследовано 9385 человек. 2159 человек находятся на изоляции. 13 переведены в реанимацию Центра инфекционных болезней. В их числе новорожденный ребенок. Шестеро, включая малыша, подключены к аппаратам ИВЛ. Еще пять пациенток находятся в реанимации госпиталя для беременных женщин с COVID-19 на базе Каспийской ЦГБ. И одна из них на аппарате искусственной вентиляции легких. В связи с ростом числа заболевших и случаев осложнений от коронавируса, жителям республики рекомендовано не покидать без необходимости дома. Максимально ограничить социальные контакты. Минздрав призывает не игнорировать самоизоляцию, соблюдать основные меры профилактики заболевания, мыть и обрабатывать антисептиками руки, различные поверхности и часто используемые предметы, особенно гаджеты. А также носить маски, соблюдать дистанцию не менее полутора метров, стараться не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно важно соблюдение режима самоизоляции для граждан старшего возраста, организму которых сложнее всего противостоять вирусной инфекции. В связи с распространением пандемии и халатным отношением многих к режиму самоизоляции, дагестанские врачи уже не в первый раз напрямую обращаются к народу. Отмечаю важность того, чтобы люди оставались дома, и без крайней необходимости никуда не выходили и не выезжали. Медики призывают дагестанцев соблюдать рекомендации специалистов и серьезно отнестись к режиму самоизоляции. Следование простым правилам позволит остановить процесс распространения коронавируса и поможет врачам в борьбе с опасной инфекцией, сбережет жизни многих людей. Дорогие сограждане, к сожалению, ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому сохраняйте бдительность, оставайтесь дома. Для тех, кому приходится все же покидать свои помещения, носите маски, соблюдайте меры предосторожности, обрабатывайте руки и по возможности соблюдайте карантин, не выходите из дома. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в которой находится сейчас республика, наша страна и мир в целом, хотелось бы призвать от лица хирургического отделения нашей больницы всех оставаться дома, ограничить круг общения и беречь себя и своих близких. Ходит много слухов о том, что сейчас коронавируса вообще не существует, но это слухи неверны. То, что он существует, это на самом деле правда. Мы стараемся для вас, а вы немножечко постарайтесь для нас. Спасибо. Оставайтесь дома. Несмотря на неутешительные данные и объявленный режим самоизоляции, дагестанцы не сидят дома. Если в первые дни карантина индекс самоизоляции в столице показывал 4,8 баллов из 5, то сейчас на улицах можно встретить людей, как направляющихся на работу, так и попросту прогуливающихся на свежем воздухе или у побережья моря. Некоторые связывают это с тем, что люди не верят в наличие какой-либо угрозы. Наши корреспонденты провели соцопрос и узнали, почему дагестанцам не сидится дома. Все больше людей в Махачкале выходят на улицу, нарушая режим самоизоляции, при том, что количество инфицированных коронавирусом в Дагестане с каждым днем увеличивается. Мы решили узнать у граждан, в чем же причина. Выходит, потому что уже недели две посидели, надоело. То есть постоянно сидеть мы не привыкли к этому. Работа, денег нет. Кто нам деньги дает, скажите. Я лично очень устала, поэтому вышла погода прекрасная. Мне кажется, люди сидят дома только те, кто боятся, те, кто думают, что они заболеют. Те, кто не думают, что они заболеют, они спокойно выходят гулять, и они не болеют. Я лично много раз выходила, я не заболела, никаких симптомов у меня нет. Все у меня прекрасно, я живу здоровая, все нормально. Я не думаю, что это прямо из-за какого-то вируса такую изоляцию делать. Видимо, это какие-то свои политические, какие-то заговоры, наверное, или что-то они выдумывают. Я не знаю. Это личное мнение. И, видимо, поэтому не могу сидеть дома. Нужно выгулить из себя своих детей. Что вирус не так страшен, как его нам предподносят, это первое. А во-вторых, зверя долго в клетке не удержишь, если есть выход. В любом случае, ну, наших людей не усидчивых, это не запрешь. С детьми тем более, все равно людям надо выходить. И не верят. До государства уже никто не верит, по факту, если так взять. Кто деньги зарабатывает, у кого деньги закончились, они не вынуждены уже зарабатывать как-то, работать. Запас тоже кончается. У нас народ такой. Они до последнего стараются, они до последнего думают, что это их обойдет. А когда уже сталкиваются, бывает поздно. Поэтому я рекомендую лучше самоизолироваться. И мы-то по мере необходимости приходится на работу уходить. Поэтому по работе вышли. Верить в эту болезнь или нет – дело каждого. Однако нельзя забывать про ответственность за себя, своих родных и за общество в целом. Она заключается в первую очередь в соблюдении элементарных правил безопасности. Хамзан Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Правительство России расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Список дополнили к инематографии и стоматологии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Официально утвержденный список таких отраслей необходим, чтобы дать предпринимателям и предприятиям возможность обратиться к кредитным организациям с требованием об изменении условий договора с заемщиками. С полным перечнем отраслей наиболее пострадавших от коронавируса вы можете ознакомиться на сайте Кабмина России. Около 240 миллионов рублей получат дагестанские медики, работающие с больными COVID-19. Правительство России выделяет средства в размере около 50 миллиардов рублей для дополнительных выплат медицинским работникам, лечащих больных новым вирусом. Распоряжение опубликовано на официальном сайте. Предприниматели смогут подать заявку для работы в период режима самоизоляции. Специально для этого в Дагестане запущен портал, посредством которого бизнесмены получат возможность продолжить деятельность, а люди смогут узнать, какие организации работают в этот период длительных выходных. Форма заявки размещена на сайте МойДагестан. Для того, чтобы это было максимально удобно, на электронный адрес, указанный в анкете, придет уведомление о том, что заявка организации рассматривается. Управление Роспотребнадзора в течение суток отвечает на заявки и присылает уведомления о прохождении заявки в допуске к работе, либо в отказе. Предприниматели, получившие одобрение от Роспотребнадзора, размещают на входе в торговую точку или офис QR-код в виде картинки. Отсканировав его, граждане смогут убедиться в санитарной безопасности заведения. Также контролирующие органы будут проверять объекты на право их функционирования. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, сельскохозяйственная отрасль в республике продолжает функционировать практически бесперерывно. На неделе руководитель министерства Абзагир Гусейнов проверил готовность наземной техники, предназначенной для выполнения химозащитных мероприятий против сорончовых вредителей. Согласно данным Россельхозцентра по Дагестану, осенние обследования сельхозугодий показали, что 110 тысяч гектаров земель заселены кубышками, то есть капсулами с яйцами паразитов. Защитные мероприятия планируют начинать заблаговременно, еще на стадии отрождения личинок, пока вредитель не встал на крыло. Этот вредитель способен нанести огромный вред урожаю, а это нельзя допустить в этом году, тем более с учетом вот этих известных обстоятельств. Главное в борьбе – это своевременность. Своевременно по первым очагам выявлять очаги и их заглушать. В этой связи у нас 20 постов создано, куда ходят представители муниципалитета, представители министерства, Республиканского управления обгонного животноводца и Россельхозцентра. Они будут ходить, мониторить, во взаимодействии с животноводами. В бюджете Республики на борьбу с вредителями в этом году заложено 21 миллион рублей. Эти средства будут направлены на привлечение малой авиации и работу наземной техники. Пока одни работают, другие зачастую выезжают без дела и нередко нарушают правила. Итоги печальные. Только за одну неделю на дорогах Дагестана погибли 9 человек, еще 35 получили различные травмы. Об этом сообщают в Республиканском ГИБДД. Представители ведомства призывают население быть бдительными на дороге и не превышать скорость. А еще лучше вовсе не выходить из дома без крайней необходимости. Ведь в Республике введен режим самоизоляции. Но несмотря на это, многие все же продолжают передвигаться на транспорте и становятся участниками ДТП с тягчайшими последствиями. На фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Но о подвиге ветеранов забывать никто не собирается. Их будут чествовать по всей стране, несмотря на ограничения. В преддверии праздника с приятной миссией посетил ветеранов мэр Дербентах из Риабакаров. Он вручил солдатам Победы, проживающим в древнем городе, сертификаты от сенатора Сулеймана Керимова. Один миллион рублей будет перечислен на личный счет каждого получателя. В случае отсутствия карты, денежные средства будут переведены на счет ближайшего родственника, которого определит сам ветеран войны. Стоит отметить также, что в феврале текущего года Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам в размере 75 тысяч рублей по случаю празднования 75-летия Победы. Это от имени Сулеймана Керимова вам выдаем сертификат на один миллион рублей. От него низкий вам поклон, искреннее пожелание, крепкое здоровье, благополучие и мир. Большое спасибо Сулейману Керимову. Я хочу передать от всей души, от своего чистого сердца большое спасибо. Евгения Георгиевна, от имени Сулеймана Керимова хочу вам дать сертификат на один миллион рублей, который он дал всем участникам Республики Дагестан, почти всех наградил, блокадность и кто канцлоград был, он тоже дал. Спасибо, ну поблагодари, да? За что? За миллион рублей тебе дают, миллион. На улучшение жизни. Ну ты что? Да вот ничего. Это хорошо. Тем временем в супермаркетах столицы стартовала всероссийская акция ОНФ «Тележка добра», реализуемая в рамках проекта «Мы вместе» – волонтерской помощи пожилым и маломобильным людям в период распространения коронавирусной инфекции. Наш корреспондент Алина Багилова расскажет об акции и о том, как волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается больше всего. Очень много людей пожилого возраста и маломобильных граждан находятся сегодня в самоизоляции, нуждаются в помощи. Так, Общенародный российский фронт совместно с сотрудниками магазинов устанавливают специальные тележки в продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Мы совместно с магазином «Телли» установили ее для того, чтобы любой желающий покупатель смог поставить сюда продукты первой необходимости. И затем мы их вывозим и распределяем уже по маломобильным гражданам и по пожилым гражданам, которые оставляют заявки у нас. К акции уже присоединились ряд предпринимателей и организаций. Их помощь неоценима. Любой желающий может приобрести продукты или товары первой необходимости, оставив их в качестве благотворительности прямо в магазинах. Она заполняется у нас активно. Но очень даже покупатели наши делают благотворительность для малоимущих, для инвалидов. Оставляют очень много и часто. Коллектив магазин делает. После забора продуктов из магазина комплектуются продуктовые наборы и доставляются нуждающимся. В 10 супермаркетах города акция «Тележка. Добра» уже стартовала. В них возле касс установлены специальные тележки или корзины проекта. Организаторы акции просят помогать продуктами долгого хранения. Крупами, мучными изделиями, консервами, чаем, сахаром, соком, мукой. В общем, всем, что необходимо для питания. Приятно, что стариков не забываете, помогаете. Каждый может быть тоже стариком. Тоже, которые были молодыми. В день к нам приходит более 20 заявок. Мы стараемся исполнять их день в день. И мы оформили уже около более 250 заявок. Уже выполнено. Медицинские маски сейчас один из самых дефицитных товаров в мире. Такое, казалось бы, простое средство защиты сейчас по-прежнему практически не достать. Пока спекулянты накручивают цены, дагестанские волонтеры ищут альтернативу. И, похоже, им это удается. Зумут Гамидова продолжит тему. В то время, когда одни пытаются нажиться на средствах защиты, продавая их втридорого, находятся люди, у которых сознательность выше стремления обогатиться. Так, общественники начали совершенно бесплатно доставлять медицинские маски в больницы республики. Инициативная группа раздала уже более 5000 масок. Около 10 медучреждений уже получили такую необходимую им сегодня помощь. Благодаря стараниям и помощи вот таких людей, как ребята, которые нам безвозмездно дали в помощь медицинские маски, перчатки, я хочу сказать, что если бы не вот такая добрая инициатива этих людей, мы получили бы сегодня значительно худшие показатели по инфицированности и распространению. Наладить производство многоразовых масок и раздавать их бесплавно решил житель Махачкалы Магомед Крубатаев. О своей идее он рассказал друзьям. И всего за несколько дней парни организовали производство защитных масок. Просто четверо друзей собрались и пришла идея просто помочь медработникам, так как услышали от одного из медработников, что масок не хватает. Собрали небольшие средства и купили ткань, резинки и отдали портным. Потом увидели, что на самом деле острая нехватка во многих медучреждениях города, вообще республики. И уже рассказали друзьям, очень много знакомых, предпринимателей, друзей подключились. Спасибо им большое. Мы смогли около 10 тысяч масок уже сшить и раздать больницам города. Сейчас об этой благотворительной акции узнали знакомые инициаторов и изъявили желание подключиться и ими помочь. Ребята уже закупили дополнительно марлю и другие необходимые материалы для изготовления медицинских масок, которые будут доставляться в медучреждения. В планах волонтеров изготовить еще более трех тысяч индивидуальных средств защиты. Благотворители верят, что только общими усилиями дагестанцы смогут побороть коронавирус и сохранить здоровье родных и близких. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Пандемия набирает обороты, но вместе с тем совершенствуются и методы борьбы с ней. Объемы проведенных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции с каждым днем увеличиваются. Сейчас в республике работают пять лабораторий, в которых проводят тестирование на COVID-19. В их числе и Республиканский диагностический центр. Подробнее о важном труде в сюжете Луизы Раджабовой. В условиях, когда болезнь может проявлять себя целыми неделями, на первый план выходит, конечно же, оперативность тестирования. Если до этого все тесты отправлялись в Москву, приходилось ждать ответа, теперь можно сдать тест на наличие коронавируса в Республиканском диагностическом центре. Это вирусологическая лаборатория, где проводится исследование на особо опасную инфекцию COVID-19. Вход сюда посторонним строго запрещен. Здесь работают с биоматериалом, взятым у пациентов с подозрением на коронавирус. Сначала пробы поступают в блок для работы с инфицированным материалом, где их исследуют эксперты в противочумных костюмах. После сортировки материал направляется на дополнительные исследования. Для диагностики используют новые тест-системы. Вход начинается с 418 кабинета. В этом кабинете привозят материал, проходит регистрация и обработка этого материала. Мы работаем сейчас с микроорганизмами, которые считаются первой и второй степенью патогенности. И вся работа проводится в боксе. Аналогичную работу по тестированию в Дагестане проводят еще несколько медучреждений и лаборатории. Если две недели назад в сутки было 346 исследований, то на сегодняшний день проводится более 700 тестов. Вот мы дошли до 416 кабинета. Это так называемая чистая зона, где уже подготовленный материал закладывается в аппарат. И уже через определенное время доктор приходит и снимает результат. То есть мы уже потом можем видеть, где положительное, где отрицательное. Ну а вообще ПЦР, вот это весь ПЦР-метод, это полимеразноцепная реакция с обратной транскрипцией. Ну на сегодняшний день это самый точный и надежный метод определения вирусной инфекции. Тест на коронавирус проводят, если человек прибыл из страны, где зафиксировано случай заражения, либо же контактировал с заболевшими и почувствовал недомогание. Тем временем с 14 апреля первичные положительные тесты на коронавирус больше не нуждаются в подтверждении в лабораториях Москвы. Во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах России полученные положительные результаты на COVID-19 считаются подтвержденными диагнозами. Связано это с тем, что на местах лаборатории уже оснащены всем необходимым. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Оказать помощь в трудную минуту. Именно с такой целью была проведена масштабная благотворительная акция фонда «Инсан. Продукты в каждый дом». Она направлена на поддержку нуждающихся семей в период самоизоляции и проходила в два этапа. Всего было роздано 120 тонн продуктов. В этой акции в качестве волонтеров приняли участие и члены правительства республики, а также известные спортсмены и общественные деятели. Подробнее обо всем. Абдулла Алиев. В деле благотворительности фонда «Инсан» всегда стремится быть впереди и бить рекорды. Только за два этапа очередной акции фонда материальную помощь получили 5000 нуждающихся семей по всей республике. Всего было роздано 10 тысяч продуктовых наборов. Целью акции была поддержка малоимущих слоев населения во время периода самоизоляции, так как многие из-за этого лишились возможности заработать. С момента начала тяжелой ситуации с пандемией коронавируса нашим фондом была открыта горячая линия, где мы в течение дня принимали и обрабатывали свыше тысячи звонков. Число людей, обращающихся за помощью, становилось все больше и больше. Нашим фондом были проведены два больших масштабных мероприятия по оказанию продуктовой помощи 4 и 11 апреля, где в совокупности за всю оказыванную помощь нами было распределено свыше 130 тонн продуктовой помощи. Нами было охвачено суши 5 тысяч семей, нуждающихся семей, которые находятся на попечении фонда, и те семьи, которые обращались к нам по звонку, и мы определили их социальный статус и внесли в категорию нуждающиеся. Стать волонтерами акции изъявили желания многие. Отозвались люди разных профессий и должностей, а также именитые спортсмены. Все они как один посчитали важным для себя стать участниками благого дела. Все продукты были приобретены на средства, полученные от неравнодушных граждан. Отметим, что помощь получили только люди, находящиеся на попечении фонда и прошедшие проверку. Сегодня в фонд поступает большое количество звонков. Нужно понимать, что фонд помогает по мере своей возможности и помогал только своим подопечным. Только тем семьям, которые после адресной проверки оказались в списках нуждающихся семей и стали на попечении фонда. Сегодня на попечении находятся свыше 10 тысяч семей, нуждающихся семей. По мере необходимости и по мере возможности фонд будет помогать продуктовой помощью в первую очередь только подопечным фонда «Инсан». Несмотря на благие цели фонда, его деятельности постоянно пытаются мешать, умышленно или намеренно дискредитируя его работу, что только мешает делу. Совсем недавно в социальных сетях была распространена аудиозапись о том, что есть организация, якобы имеющая государственную поддержку и обязанная помочь продуктами каждому жителю республики во время самоизоляции. В дополнение к аудио прилагался номер фонда «Инсан». Сегодня активно в социальных сетях распространяются смс-сообщения, аудио-сообщения о том, что якобы в фонд «Инсан» поступили какие-то государственные средства для оказания продуктовой помощи. Якобы какие-то крупные меценаты, бизнесмены перевели какие-то крупные суммы, миллионы, миллиарды фонд «Инсан», чтобы мы всему Дагестану оказали помощь. Мы хотим сообщить, мы хотим заверить, что это является ложью и неправдой. Мы хотим сказать, чтобы люди не ввелись на такие провокационные сообщения. Подобные действия по сам руководителю фонда создают трудности в работе, так как из-за перегруженной звонками дезинформированных людей линии без помощи могут остаться те, кто действительно в ней остро нуждается. Достоверную информацию о деятельности фонда «Инсан» о том, по какому принципу оказывается помощь и для каких категорий граждан можно получить только на официальном сайте фонда или на его странице в Инстаграм. Абдулла Алиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан – один из немногих регионов России, где в условиях распространения пандемии коронавируса мусульмане продолжают совершать пятничную молитву в мечетях. Однако богослужение проходит с соблюдением специальных условий и с определенными ограничениями, чтобы минимизировать риск заражения людей. Подробнее расскажет. Хамзанур Магомедов. Призыв на молитву. Верующие соблюдают дистанцию, по одному заходят в мечеть. Волонтеры у входа проверяют обязательное наличие у каждого собственного молитвенного коврика, масок и перчаток. После простора дезинфекции рук они проходят внутрь храма. Расстояние между ними полтора метра в длину и в ширину. Им запрещено приближаться друг к другу, а тем более здороваться за руку. После второго призыва на молитву имам обращается к верующим на арабском языке. С проповедью в самой короткой форме, отвечающей необходимым требованиям. После этого верующий сразу же совершает пятничную молитву, обращаются к Господу и расходятся. На все богослужение ушло буквально 15 минут. Сегодня мы пятничное богослужение провели по всем требованиям главного санитарного врача по республике Дагестан. Именно с теми людьми, которые работают, обслуживающие персонал этой мечети. Что касается остальных прихожан, временно приостановлено посещение до 30 апреля. В ближайшие две недели специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в республике. А значит у наших врачей должен быть необходимый запас крови и плазмы. В связи с этим акция «Мы вместе» объединила волонтеров медиков и Общероссийский народный фронт, представители которого стали донорами. Сотрудники республиканской станции переливания крови признали, что именно сейчас имеется повышенная потребность в запасах донорской крови всех четырех групп с отрицательным резус-фактором. Также недостаточно запасов третьей и четвертой групп крови с положительным резус-фактором. И к другим темам. Практически в каждом селе Дагестана есть люди, занимающиеся пчеловодством. В нашей республике насчитывается несколько тысяч профессиональных пчеловодов. Образцово организовал дело по производству меда и пчеловод Надир Ахмедов. Тему продолжат мои коллеги. Надир Ахмедов из Карабудахкентского района не понаслышке знает о том, как правильно вести сладкий бизнес и производить вкусный и целебный продукт. Его КФХ «Медовые горы» располагает кочевой пасекой, состоящей из ста пчелосемей. Главная специализация хозяйства, разведения и восстановления популяции горной кавказской породы пчел, мед которых отличается богатым набором полезных свойств. И неудивительно, что такой продукт считается одним из самых полезных и без преувеличения элитных сортов меда. Это наша пчела, над этим мы сейчас работаем. После развала Советского Союза не были никакие работы с этой породой и не велись. Сейчас мы своими силами, пчеловоды, с помощью минисельхоза мы хотим восстановить и возродить вот эту породу. Пчелы нуждаются в постоянном уходе, вне зависимости от сезона. На данный момент пчелы наращивают силу и численность своих семей. В летнее время пасеку перевозят в село Буршак Акульского района. Это одна из самых высокогорных пасек в нашей стране. Полученный горный мед, по словам хозяина, считается очень целебным и высоко ценится на рынке. А заказы от клиентов на покупку такого меда начинают поступать заранее, уже с весны. Собираем горный, высокогорный, альпийский мед. Там в основном все дикорастущие лекарственные растения, можно сказать, сотни видов. И вот это получается горный, целебный мед. Накануне на пасеке побывали специалисты Минсельхозпрода республики. По их словам, в развитии любой отрасли есть свои особенности, не исключение и дагестанское пчеловодство. На сегодняшний день в Дагестане нет такого села. Даже в высокогорное маленькое село обязательно есть один-два пчеловода, которые постоянно держат, ухаживают за пчелами. То есть пчел держат очень много, пчел любят. Вот этот год начался достаточно конструктивно в плане взаимодействия с Министерством сельского хозяйства. Есть возможность как получения субсидий, так и грантов. Помимо этого мы разговаривали о высадке медоносных растений. В принципе, все идут нам навстречу. Надеюсь, что год будет плодотворным и в следующие годы все будет лучше и лучше. Сейчас у пчеловодов в приоритете восстановление популяции породы серой горно-кавказской пчелы, мед, который отличается большим набором полезных свойств. Дагестан – благоприятный регион для развития пчеловодства. И Надр Ахмедов рад, что в республике у него много коллег и единомышленников. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Карабудахкенский район. Искусство в режиме самоизоляции. Музеи, театры и выставочные залы республики, вынужденные закрыться для публики, наращивают свою активность. В интернете практически все культурные учреждения республики представляют свои проекты онлайн. О некоторых из них расскажет Патимат Ханапова. «Махмуд и Муи. История трагической любви». С этой постановкой режиссера Али Султана Батырова аварский театр в последние годы достаточно активно гастролировал как по городам республики, так и по труднодоступным уголкам Дагестана. Однако, к примеру, в некоторых высокогорных районах ждать приходилось годами. А вот сейчас собрать импровизированный полный зал и обеспечить аншлаг можно просто через социальные сети. Для этого достаточно посетить страницу аварского музыкального драматического театра. Ночь в музее. Теперь, как в известном фильме, в онлайн-режиме экспонаты будто бы оживают в любое время суток. В период изоляции, когда у людей нет возможности посетить достопримечательности и ознакомиться с шедеврами, Дербенский музей-заповедник открыл доступ к самым важным своим архитектурным объектам. Пресс-служба готовит видеорепортажи, где знакомят зрителя с разными историческими эпохами и выставочными залами. В этом видео научный сотрудник музея Керим Рамазанов рассказывает об уникальной системе водоснабжения города и цитадели на рынке Алла. Итак, мы зашли в большое водохранилище. Увы, естественно, водохранилище, их ворот когда-то не было здесь. Их выбили русские в 1828 году. Здесь сделали пороховой погреб. Вода поступала оттуда. Три пролета, три дырочки. Возле каждой сверху стояла охрана. И оттуда брали воду. И оттуда брали водоохранилище, 7 метров шириной, 20 метров длиной, 11 метров высотой. Почти 1500 кубов воды умешалось здесь. Теперь дистанционно можно наблюдать и за концертами Оркестра народных инструментов Дагестана. Гармоничное сочетание человеческого мастерства и музыкального инструмента через экран ощущается не менее отчетливо. Здесь на YouTube-канале можно послушать сочинения Готфрида Гасанова, Мурада Кожлаева и многих других. Коронавирус вносит свои коррективы в жизнь людей по всему миру. В Музее театры массово закрываются, вводятся ограничения по посещаемости, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от жизни. В частности, от мира искусства учреждения культуры активно переходят в режим онлайн-трансляции. Расписание ближайших показов и эфиров можно посмотреть на сайте Министерства культуры республики. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Берегите себя и оставайтесь дома.